Светлана Хоркина вместе с другими слушателями РМО занимается по программе менеджмент и маркетинг в массовом спорте. Она разработана по заказу Олимпийского комитета России. И сегодня в аудиториях те, кто вчера еще покорял Олимпийские высоты. В Сочи выдающаяся российская гимнастка приезжает с детства. Здесь проходили спортивные сборы. Затем Светлана Хоркина вернулась сюда в качестве посла Олимпийских игр 2014, организатора Всемирных военных игр, а сейчас является послом Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На студенческой скамье двукратная олимпийская чемпионка совсем не из любопытства. Олимпийский университет вышел на второе место в Европе после FIFA мастер по образовательным программам в спортивном менеджменте. Я просто счастлива сегодня со своими коллегами учиться и постоянно стремиться к полноте знаний в индустрии спорта. Потому что, мне кажется, имея такой опыт проведения Олимпийских игр, которые лучшие в мире признаны и вряд ли кто повторит, имея такие традиции в спорте, ну ни одна страна, наверное, не может похвастаться количеством олимпийских чемпионов в этой стране. Легендарными причем. В связи с санкциями и международным давлением на российский спорт появились новые обучающие программы. Международно-правовая и спортивная дипломатия. И ясно совершенно, что баталии, которые шли перед Рио-де-Жанейро, перед Пхенчангом, вряд ли закончатся. Соответственно, нужны специалисты, которые на международной арене отставили бы интересы наших спортсменов и дали бы возможность тренерам и спортсменам заниматься своим непосредственным делом и поменьше тратить нервной энергии. Слушателями становятся и представители федерации по всем видам спорта, преподаватели спортивных вузов, бывшие спортсмены, директора детских спортшкол. Повышение квалификации за 2016 и 2017 год получили 500 человек из 40 регионов. В этом году впервые приехали на обучение в Сочи и слушатели из Иркутской области, Карачаево-Черкесии и Алтайского края.